всем привет давно не виделись это пруфы и еженедельная итоговая программа что происходит в башкирии и не только в башкирии и так в этом выпуске властная рокировка понты как образ жизни капитальный арест депутат доносчик и многое другое но прежде чем мы начнем я попрошу вас друзья подписаться на наш этот канал в ю тубе и поставить лайк этому видео это очень важно для алгоритмов ю туба так это видео увидит больше людей и больше людей узнают что башкорту стане есть независимое мнение независимая аналитика и самое главное независимая площадка для выражения этого мнения начну кратенько социальных новостей касающихся перестановок в республиканских органах власти вернувшийся с сво азат бодранов до того работавший первым вице-премьером правительства республики стал первым заместителем руководителя администрации главы башкирии то есть первым замом максима васильевича забелина занимавший эту должность урал кельсиньбаев перешел работать в правительство на бывшую должность бодранова такая вот произошла рокировочка что все это значит мы уже говорили о том что максим васильевич забелин скорее всего в обозримое время переедет на работу в подмосковье заместителем губернатора азат бодранов очевидно займет его освободившийся кабинет что ж поживем увидим и пожелаем азату шамильчу удачи на новом поприще и ждем от него много хороших результатов на благо родного башкорту стана и вот здесь я хотел бы еще сделать отсылку на к материалу моего коллеги рамиля рахматова который вышел на платформе пруфы это прогноз того какой будет команда ради фарид чахабирова после сентябрьских выборов например в этой команде не будет согласно прогнозу моего коллеги урала кельсиньбаева который продолжает дело бывшего пиарщика аныне иностранного агента ростислава мурзагулову противопоставляет нашу работу независимого сми главе республики этим же по нашей информации занимается и другой сотрудник администрации а точнее вице-премьер а бывший диктор фоноры ягафаров зачем это он делает для чего такая вот негативная позиция не знаю даже хочется как-то предостеречь от этого ребят давайте уж каждый будет заниматься своей профессиональной работой и будет все это делать на благо нашей общей цели на повышение благосостояния нашей родной республики а не вот это вот все кстати говорят фонур ягафаров несколько нервничает от возвращения азата бодранова да и вообще более профессиональные коллеги его ягафарова не сильно любят очередное громкое задержание случилось на этой неделе точнее так сначала задержание на двое суток а потом отправили под домашний задержали а потом отправили под домашний арест руководителя государственного казенного учреждения управления капитального строительства республики башкуртостан и просто красивую женщину инну иксанову напомню что еще в марте республиканская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту сбыта недоброкачественной незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере статья злоупотребление служебными полномочиями а вменяемый ущерб огромная сумма 57 миллионов рублей чтобы быть точнее приведем официальную версию следственного комитета в его релизе говорится что с августа по декабрь 22 года в рамках национального проекта здравоохранения между гк у укс рб и коммерческой организации были заключены четыре госконтракта на поставку систем ультразвуковой визуализации это вот аппараты узи так называемые всем известная еда на общую сумму более 57 миллионов рублей при этом подозреваемая икс она знала что поставляемое медицинское оборудование вот это вот данного производителя не соответствует регистрированному регистрационному удостоверению через чем является контрафактным несмотря на это она не отказалась в одностороннем порядке от исполнения контрактов и дала указание принять поставленное вот этот контрафактное оборудование которое не введено в эксплуатацию до сих пор в квартире иксановой был проведен обыск видео об этом распространили силовики и бдительные читатели из телезрители знаете что обратили внимание на то что в квартире иной сановой был такой бардак и беспорядок и вот люди даже предположили что возможно женщину даже кто-то предупредил о предстоящем оперативно-розыскном мероприятии вот это вот виде обыска и вообще мол а в туле квартиру вломились силовики как бы то ни было след след продолжается а сама иксанова повторю под домашним арестом а что касается вот это вот беспорядка бардака знающие люди вообще говорят что в квартире иксановой это в порядке вещей не лишним будет напомнить что в январе 2023 года сотрудники у фсб прб проводили оперативно-розыскных рискные мероприятия по местам жительства иной иксановой и директор ооо медтехника рустама аминева тогда по нашей информации чиновница и менеджер были не на некоторое время даже задержаны но потом впоследствии отпущены после того как как опросили и самое главное эти обыски с последующим уголовным делом и арестом случились после того как именно мы пруфы независимая платформа обратили внимание на вот эти вот возможные коррупционные преступления чиновников и приближенных к ним предпринимателей бизнесменов и хотелось бы верить что фсбшники и другие представители других правоохранительных органов доведут это дело до логического конца а также начнут и также доведут до справедливого конца другие дела по другим наша публикация потому что мы постоянно печатаем о несправедливости о коррупции о злоупотреблениях и так далее завершая тему иксанова и на иксанове скажу что некоторые усмотрели в ее задержание и помещение под домашний арест чуть ли не начало прихода за самим андреем назаровым премьер-министром правильца башкортостана ведь и на иксанова первоначально это его креатура есть даже предположение что на второй срок ради фаритович пойдет с другим премьером адрегина отчу будет потому что не до руководства республиканским правительством ему свою гранель спасать надо а то похоже что успешного даже вот федеральном масштабе успешную строительную кампанию на нее кто-то уже положил свой орлиный такой вот сичный глаз что ж поживем увидим а и на иксанова работал также еще и под началом заместитель премьер-министра алана марзаева которого как известно назначили главным за достройку мечети ар-рахим хотя не стоит забывать что алан викторович ни на одной должности долго так-то в общем-то и не задерживается обычно и ощутимых результатов не приносит тем более что он не строитель а вообще в налоговик человек он компанейский общительный симпатичный шашлык хорошие делает но ведь хороший человек как известно не профессия весна традиционное время подведения итогов минувшего года итоги подводятся по по разным уровням например пример министра правительства андрей назаров недавно несколько дней назад выступил с докладом перед республиканским парламентом глава башкирии ради хабирова доложил о положении в республике президенту владимиру путину при этом получив разрешение баллотироваться на второй срок в это же время федеральные региональные органы статистики опубликовали доклады о социально-экономическом развитии соответственно российской федерации всей страны а также регионов страны в целом завершившимся 2023 году нас традиционно более всего интересует развитие экономики башкуртостана а также сравнение с экономическими показателями наших соседей татарстана никем не официально не признанным конкурентом с которым мы тем не менее постоянно пытаемся что-то там тягаться практически во всем вспомним до сих пор хотя бы вот рыдающего мэра казани все помнят эту историю да так вот что говорит статистика анти у хорошего она не говорит например инвестиции наша гордость практически да вечно какие-то там призрачные лидирующие места мы занимаем в рейтинге в рейтингах инвестиционной привлекательности но все познается как говорится в сравнении например соседнем татарстане инвестиции в основной капитал в минувшем двадцать третьем году составили 1 и 2 десятых триллиона рублей а башкортостане 620 миллиардов в два раза меньше в два раза хуже почти два раза меньше выручили наши строители 700 татарстанских миллиардов против наших 400 вообще в целом оборот организации как на важнейший показатель деловой активности и развитости экономики и этот показатель снова показывает двукратную разницу оборот татарстанских компаний в 10 триллионов рублей и оборот компании башкортостана в 5 триллионов рублей в два раза и так примерно вот во всем остальном комментируя вот эти вот непростые и не совсем приятные для восприятия данные эксперт профэф экономист всеволод спивак приходит к выводу что во первых сравнивать регионы корректно и нужно а во вторых выводом является то что наша экономика за последнее время скукожилось за вот это вот время на правление хабирова а у татарстана мы отставать вряд ли когда перестанем впрочем другой наш собеседник доктора экономических наук рустам ахунов считает что обе республики татарстан и башкортостан трудные вот сегодняшние времена проходят вполне достойно ну в любом случае состояние экономического здоровья каждый может оценить самостоятельно на своем собственном кармане или посетив например соседний регион или вот смотрите вишенка на торте в рейтинге одного из ведущих рекрутинговых агентств страны татарстан обогнал башкортостан на 22 строчки по показателю перспективности трудоустройства а что это значит правильно не хотят люди жить и работать здесь хотят жить и работать там где лучше баш спирт подорожал к другим новостям экономики государственное предприятие баш спирт подорожала на 200 миллионов рублей после задержания у бывших руководителей таковы и данные аудиторской проверки проведенный за минувший двадцать третий год причинно-следственной связи между этими двумя событиями возможно и нет но совпадение довольно любопытно так вот к цифрам чистые активы о баш спирт наконец прошлого года оцениваются в 3 и 7 миллиарда рублей годом ранее этот показатель составлял 35 миллиарда рублей рост активов компании совпадает с отстранением от руководства баш спирта прежних топ-менеджеров и назначением двадцать третьем году на должность гендиректора компании рафа абдрахимова напомним что следственный комитет расследует уголовное дело о финансовых махинациях в баш спирте бывший директор торговый дом баш спирта александр компанченко фактически на руководитель ооо атлантис и ооо цитадель депутат горсоветов артур хазегалеев и бывший генеральный директор баш спирта рауф нагуманов обвиняется в мошенничестве совершенной группы лиц по предварительному естественно конечно же с гору сговора в особо крупном размере но гуманов сейчас находится под домашним арестом а остальные вот эти вот фигуранты находятся в сизо до 10 мая дальше уже будет либо продляться либо что по версии следствия топ-менеджеры баш спирта продали хазегалеева по заниженной стоимости магазины принадлежащие торговому дому а затем обратно арендовали их у него у нового владельца а сумма ущерба составила 88 миллионов рублей обвиняемые вину не признают а мы следим за развитием событий напомню что расследование махинации баш спирте началось оперативниками фсб после наших публикаций за что им конечно же большой респект за адекватную оценку ситуации доносчик депутат продолжим про уфимского депутата артура хазегалеева получила неожиданное продолжение история с инициативы депутата государственной думы россии александра хинштейна отобрать пакеты акций учредителей компании уфанет марата ахмедшина и марата фатахова мол оба они имеют якобы гражданство других стран а если это так то по закону у иностранных владельцев стратегические компании акции ну вроде как можно конфисковать однако впоследствии оказалось что марата ахмедшина нет никакого второго как говорилось австрийского гражданства это опроверг гендиректору фанета искандар бахтияров и самое главное компанию фанет в перечне стратегических предприятий не значатся но и не это самое главное оказалось что донос на своих бывших деловых партнеров написал третий держатель крупного пакета акций компании депутат городского совета уфы миллиардер артур хозегалеев именно он попросил хинштейна проверить гражданство своих коллег зачем спросите вы да кто же его знает но видимо для того чтобы остаться единственным частным крупным владельцам у фанета потому что если акции перейдут других владельцев пилот государства так оно и получится что интересно ранее депутат хозегалеев передал или но формально продал свои акции бывшей супруге афии кстати развод этот может быть фиктивным формально так как женщина после расставания с мужем оставил ее фамилию и по имеющейся информации продолжают быть зарегистрированы в их общей квартире к тому же что интересно она судится с у фанетом требует ввести в состав совета директоров компании бывшего мужа странно не правда ли но какие они после этого бывшие так вот хозегалеев передал сначала с супруги акции опасаясь или точнее ожидая что за ним придут силовики но так оно и случилось несколько дней назад артур хозегалеев был помещен под стражу по делу о схематозах с недвижимостью башпирта а потом когда оказалось что их супруга является скорее всего еще и гражданки возможно турции хозегалеев выкупил у нее акции обратно за три миллиарда рублей потому что выходит что он жалуется хинштейну на то что акции компании принадлежат двум якобы иностран гражданам других иностранных стран свой пакет получается в это же время находится в руках гражданки страны нато бессмысленный получается донос но на самом деле он бессмысленным так и в итоге получился вообще депутат хозегалеев как оказалось персона довольно скандальная то он свое время хотел подчинить себе чуть ли не все коммунальное хозяйство города он конфликтовал с соседями по садовому товариществу уршак там вообще знаете любопытная такая история как рассказывают другие садоводы садисты у жены хозегалеева в этом товарищи 59 участков почти на 7 гектаров и в год нужно платить небольшую сумму там примерно получается по 1000 рублей за сотку а за 7 гектаров выходит чуть менее миллиона рублей в год казалось бы для миллиардера это не такая большая сумма но он ее платить как говорили рассказывают садоводы другие отказывался другие люди рассказывают про прижиме стез депутата то что он даже однажды уволил своего водителя и юриста и даже судебные иски он начал писать сам люди вообще удивляются и не понимают что происходит с этим человеком вернемся к доносу и его несуразности пытаясь наябедничать на бывших коллег партнеров о том что они якобы являются гражданами других стран депутат сам имеет вероятно супругу гражданку страны нато а его дети обучались также за рубежами нашей родины в колледже великобритании очень недружественной страны так получается как говорят в древности говорили в древности человек заметил соринку в глазу другого оставим глазу бревна не увидал мы надеемся что и хинштейн и другие депутаты и органы все-таки разберутся в этой сложившейся на мой взгляд глупейшей ситуации вчера верховном суде республики башкортосан состоялась апелляция на приговоры общественные общественников аэлю алсынов внесенного список экстремистов и террористов адвокаты или нурсу юндуков и юрий дюбин требовали отменить приговор и полностью оправдать общественника прокуратуры у нее тоже были свои требования она требовала ужесточить приговор в итоге приговор ужесточили ладно хоть тюремного срока не прибавили оставили четыре года но дополнительно после отсидки алсынов в течение двух с половиной лет будет запрещено администрировать интернет ресурсы и ну там например группы в соцсетях там мессенджерах а также в течение этого времени ему будет запрещено участвовать в организации массовых каких-то там мероприятий адвокаты конечно же будут оспаривать и приговоры новые апелляционные определения добиваться полного оправдания своего подзащитного уже в касации в самаре адвокат юрий дюбин сообщил что присутствующий на заседании суда алсынов присутствие духа не теряла присутству по видеосвязи напомню 17 января он был осужден на четыре года общего режима в суде баймаки которым стянулись тысячи людей полиция тогда квалифицировала вот это вот собрание людей как несанкционированный митинг в результате баймакс и событий буквально потрясших всю страну сегодня преследуются сотни людей страдает их родственники страдает их жены страдают их маленькие дети по подсчету различных источников более 60 граждан среди которых четыре женщины обвиняется по тяжелой статье участие в массовых беспорядках части граждан предъявлено обвинение по статье 318 укрф это применение насилия в отношении представителей власти все очень серьезная статья помимо этого было более ста административных дел по статье коп участие в несанкционированном митинге возраст задержанных от 20 до 60 лет и мы все продолжаем надеяться и на законы на справедливость и на милосердие в отношении этих людей ранее файл алсинов обратился к людям и попросил их не приходить на вчерашнее решение по апелляции на его приговор общественных социальных сетях разместить но вот это обращение разместила его супруга галия вот что он пишет 18 апреля верховный суд будет пересматривать мое дело есть те кто призывает ну значит прийти собраться друзья не приходите алсинов пишет что не жалуются на содержание в камере хотя ему конечно же запрещено смотреть телевизор слушать радио по его словам проводят время читая книги молясь занимаясь спортом я делаю заметки многие волонтеры даже маленькие дети отправляют и пишут мне письма когда я читаю у меня на глаза наворачиваются слезы большое спасибо пишет файл алсинов в евпатории сгорел огромный зоопарк расположены в пятиэтажном здании пожар произошел ночью здание полыкнуло практически полыхнуло моментально этому способствовало значит сено и сухой укор 200 животных погибли по официальной версии произошло короткое замыкание в холодильнике но люди не сильно верят в официальные все вот эти вот версии во-первых пожарная часть расположена в пяти минутах от зоопарка а пожарных удалось потушить лишь к утру люди в социальных сетях предполагают что не сработала сигнализация и тут же задается вопрос почему конечно же видят произошедшим халатность во вторых есть версия поджоге мол земля на которой стоит вот этот зоопарк в евпатории может быть лаком и кусочком для комической застройки напомним сгорели заживо сотни животных также я вспоминаю трагедию затоплением города орска где за из-за прорывная дамба буквально затопила весь город говорят что дамбу то ли насыпную то ли еще какую не сильно крепкую что ее чуть ли не суслики значит прогрызли на нее потратили аж миллиард рублей а поселке перовский тоже орленбургской области людям своими силами пришлось строить дамбу чтобы спасти свои дома за это еще сейчас и наказать хотят уголовно причем вообще знаете вот коррупция стала такой вот давно раков и раковый опухолью на теле нашего государства метастазы этого зла прорываются ужасным постоянством это и уорск и зоопарк в евпатории ранее зимние вишни и множество других катастроф а коррупция помноженное на наше традиционное разгильдяйство это зло приумноженное многократно к чему я все это говорю а когда у нас прорвет и где прорвет очень хочется верить что сия ужасная участь нас минует хотя постоянно то тут прорывает то там людей кстати вот говоря волнует и беспокоит а действительно ли уфа стоит например на карстовых пустотах и действительно ли это опасно насколько известно последние исследования на эту тему производились много 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 лет назад может быть пора провести новое исследование успокоить людей сказать что уфа никуда не провалится что можно строить можно спокойно жить но эти государства должно этим заниматься должно заботиться власти региональные федеральные вот такие вот несколько сумбурные мысли вслух но мысли эти как мне кажется на очень важные темы по ты как образ жизни помните как некоторое время назад башкирию привезли несколько зубров из братской беларуси так вот тут новость прошла что скором времени в республику а тут же из беларуси к нам придет еще тысячи зубров и разместятся они сразу в нескольких районах республики башкортостан я вот ничего не хочу сказать возможно я не сильно в этом разбираюсь животноводстве но мне вот всегда казалось что если какого-то вида животного мира в данном от местности никогда не водилось только так оно и должно быть и насколько я помню башкортостан родина лошадей ну там еще конечно мамонтов но это было пару миллионов лет назад но зубров тут точно никогда не водилось еще в школе нас учили что есть такое понятие экосистема это когда давно уже на какой-то определенной территории сложился свой определенный растительные животные миры что искусственное вмешательство в эту экосистему может ее попросту разрушить и уничтожить мои предположения прямо подтверждает эксперт xx руководитель сетхозпредприятия рассоль ахи ригинов вот что он говорит признаем что это политический ход без учета того что этим зубрами в дальнейшем будет спросите любого зоотехника или специалиста министерства сельского хозяйства любой уважающий себя человек знающий систему животноводства скажет что наши условия для зубров катастрофически не подходят у нас живут например лоси или там башкирские лошади вы видели наверное что у лосей полуто метровые но большие длинные ноги что они приспособлены именно глубокому снегу а у нас те районы куда собираются завести зубров очень снежные заснеженные высота снега некоторых местах может достигать и полутора метров и двух метров а у зубров ноги не такие длинные не такие приспособленные к этому они должны жить в умеренном климате европейских стран где снега то практически не бывает но там 10-15 сантиметров конец цитаты в итоге эксперт называют а вот эту вот идею с завозом 1000 зубров не более чем понтами а ведь знаете что друзья у нас ведь везде вот совсем вот так мы показываем какие-то некие красивые цифры в том числе вырваны из контекста а реальность оказывается и такой уж радужный вспомним тоже например экономику нам из каждого утюга говорят о невероятной инвестиционной привлекательности башкортостана а оказывается у нас инвестиций в два раза меньше чем соседям татарстане снова сравним с соседями строим физическом объеме примерно столько же сколько и они одинаково да о чем докладывается красиво на оперативных совещаниях в правительстве а денег получаем в два раза меньше чем соседи с которыми повторю строим наравне физическом объеме но об этом никто не докладывает на оперативку это зато мы говорим о том что валовый региональный продукт вырос до небес но мы не говорим о том что инфляция съела весь этот рост и экономика как говорит наш эксперт экономист спивак за 5-6 лет хабировских просто-напросто скукожилось мы говорим только то что нам кажется красивым забываю или точнее кладя большой прибор на то что является реальным и не таким радостным поэтому так и получается вся наша жизнь сплошные понты и может быть на пора снять уже розовые очки пока совсем не ослепли от собственных понтов друзья спешу вас порадовать наконец-то наступила весна долгожданная с теплыми солнечными днями более того синоптики обещают именно вот в эти выходные завтра и послезавтра неимоверную жару до 27 и более градусов в уфе это намного градусов выше чем средняя температура привычная до для нашей территории поэтому будьте осторожны и внимательны к своему здоровью а еще хочу пожелать чтобы в эту весну и вообще мы встречали как можно меньше людей с весенним и другими видами обострений будьте здоровы и обязательно подпишитесь на наш этот youtube канал а также на наши каналы в телеграме профи однажды в башкирии чтобы всегда быть в курсе всего важного происходящего вокруг до следующей недели пока а